Я любил ходить, по возможности, с детства даже по бутинистам. И что-то было довольно много дома, в библиотеке отца. Это тоже, конечно, это может и судьбоносное. Хотя я бы выразился немножко иначе. Это как бы причастное судьбе, потому что судьба уже существовала, мне кажется. Ну, скажем так. Ее раскрывающее, что ли. Какое-то время я ходил с отцом вместе. Это было в Москве. У нас это называлось «пойти в город», хотя мы жили в городе не так уж далеко от центра. Но это было, вы Москву наверняка знаете. Это было в районе Тверской, тогда Горького, Кузнецкого моста, вот в этом ареале. Самое ценное. Увы, уже на том же месте почти никакой из тадашних, даже, может быть, вообще не остался никакой бутинистический магазин. Конечно. Вот сразу же лавка писателей чуть-чуть выше по Кузнецкому. И сначала мы с ним ходили, он, естественно, я ходил с отцом, но это было довольно плачевное занятие, потому что я на каждом шагу, ой, папа, вот это купи, вы давай это купим. Ну, он всего, о чем я просил, он никак, наверное, при всей охоте не мог, наверное, да, ну и, конечно, я огорчался, вот. А потом меня уже стали самого отпускать уже, да, лет примерно, я не помню, ну, лет, скажем, с тринадцати, вот так вот. Вот. И это было, правда, не из первых моих приобретений, нет, мне уже было лет, может, шестнадцать, вот так вот. И я купил это, хотя об этом, о том, чтобы это было распространялось, и речи тогда не могло быть, дореволюционный четырехтомник Шопенгауэра, который действительно, ну, во-первых, это было ощущение, конечно, так сказать... Ну, это было после войны где-то, да? Это было уже после войны, война уже закончилась. Вообще, можно было столько вещей найти у бутинистов, которые даже, ну, может быть, что-то формально не допускалось к продаже, может, там, та же Библия, но ее можно было тоже найти у бутинистов, вот. Кстати, так и получилось, но это я еще раньше с синодальной Библией ознакомился, вот. Но вот этот Шопенгауэр, значит, он меня сразу совершенно очаровал. Шестнадцать лет. Началась такая, ну, в каком-то смысле иллюзия, знаете, когда вы что-то... А, ну, я же сам так давно считаю. Хотя, конечно, я до этого сам, до всей системы Шопенгауэра не додумался. Но вот ощущение, что это вот что-то так мне близко. Что? Да. Перевод был... Он вообще, кстати, и перевод довольно удачный, в основном это были переводы Айхенвальда, который, кстати, сейчас уже вышел шеститомник, в основном даже тех же переводов. Он вообще, он был еще блестящим стилистом, замечательная афористика у него, вот. И меня очень поразила его слова про вот Упанишады. Слово Упанишады я знал из сборничков Толстого. То есть в юности еще? Да, я вот, кстати, об этом совсем вкратце написал послесловие вот к этим афоризмам. Совсем вкратце. Ну, вот так захотелось что-то вспомнить. То есть об истории знакомства вашего? Да, здесь как раз один из вопросов был, почему Упанишады? Да, да. Так вот, значит, я вам скажу. Это был кей-то совет или это был собственный выбор? Уже была ссылка на эти Упанишады, но я еще ничего не знал. У Шопенгауэра чуть-чуть, хотя он не был эндологом, и, насколько я понимаю, санскрита он не знал, вот. Ну, неважно. И его слова, значит, о том, что это вот нет буквально другого столь возвышенного текста, что они были моим утешением в течение моей жизни, и, надеюсь, будут моим утешением в час, когда я буду расставаться с земной жизнью. Я помню, эти слова на меня очень подействовали, да, очень подействовали. И, может, тогда уже где-то зародилась... Зародилась семечка. Может, я их когда-то... Вот это да. Был еще один тоже, примерно в те же годы, даже немножко раньше. Была очень интересная книжка выпущена тогда. Потом ее крайне ругали, хотя она была только начала... Это была середина сороковых. Начала существовать библиотека, такая из издательства серии, как иностранной литературы. И причем некоторые книжки были вообще малодоступны. Они выпускались с грифом для научных библиотек. Но у нас была одна такая книжка, высшая году в 1946-1947, Шредингера. Физика Шредингера, очень известного. Она называлась «Что такое жизнь с точки зрения физики?». И там тоже есть такой экскурс в конце, где тоже, что вот это положение у Паниша до отождества индивидуального я с всемирным, высшим я, это как бы расценивалось традиционно, как одна из глубочайших мыслей. Это тоже на меня подействовало. Это место вот так вот. Это было, по-моему, возможно, за год до приобретения. Ну, или одновременно почти. Вот эти вот пункты, они во всяком случае как-то совпали вам. Тем более, что представитель точной науки с таким отзывом. А у вас же был период, когда вы занимались, кажется, математикой. У меня был период, когда я на втором курсе. Да, ну, было так. Я-то поступил на классическое. Это была моя детская любовь, древняя Греция. Потом что-то менялось. Потом были увлечения там. Музыкальные были увлечения, еще какие-то. Математические. Но когда я все кончил, когда кончил школу, то как-то я вот вернулся как-то вот к классике, к древности. Я поступил на классическое отделение филфака в Московском университете. Да, поступил, значит. Экзамены благополучно вроде сдал. Хотя отметки были в школе у меня самые разные. И школы я очень не любил, очень. Я занимался массой вещей, но только не школьной. Я уж не помню. Что-то читал, там языки изучал, что-то разное. Музыку, в общем, всякую и всячину. А вдруг я на втором курсе понял, что ну что же я вообще дурак занимаюсь филологией. Надо же математикой. Надо же заниматься математикой. Вот. Ну, я помню, я пошел к отцу. Вот говорю. Ну, а времена были довольно трудные в ряде отношений. И, опять же, в ряде отношений вообще было неизвестно, что завтра будет. Конечно, конечно. Ну, это вы, наверное, по наслышке знаете. Вот. И он сказал так, да, это так. Ну, вот смотри, ты сегодня, нет, а завтра ты еще что-нибудь там заинтересуешься. Ты вот, будь любезен, получить диплом там. А там, если хочешь, учись дальше, пожалуйста. То есть вот так вот. Но получи диплом. Не отказывайся от того, что ты уже... Вот. Ну, я вообще рассудил так, и даже сейчас это считаю, что... Да. И все осталось без изменения. Разве что с той разницей, что встретила. Я начал у профессора Петерсона изучать факультативно. Он не входил в санскрит. Вот это вот, да. Это... То есть вашим основным учителем санскрита был профессор Петерсон? Был Михаил Николаевич Петерсон, да. А это... А с математикой дело очень просто. Для меня это абсолютно ясно. И это абсолютно как-то звучит успокоительно. Если бы действительно были бы какие-то существенные способности, слава богу, условия у меня были очень благоприятные. На фоне были очень благоприятные. И я уж как-нибудь бы их смог проявить. Это не был такой случай, когда человек буквально ради куска хлеба вообще должен работать, и уже у него нет времени там ни музыку писать, ни что-то там исследовать. Нет. Если бы были реальные способности, то, конечно, я имел, так сказать, полную возможность. Если этого не было, то, значит, ну и нечего говорить. Александр Яковлевич, вот как раз вопрос по поводу вашего преподавателя санскрита. Это как вы изучали санскрит? И что можете порекомендовать тем, кто изучает санскрит сейчас? Да я не знаю. Это был профессор Петерсон Михаил Николаевич. Он был такой... Он не был специальным эндологом, хотя он санскрит знал. Очень был интересный человек. Он, кстати, был сын Николая Петерсона, который был одним из корреспондентов даже Толстого, и который был близок к Федоровцам. Вот Федоров вовсе, в общем-то. Это был его сын, Михаил Николаевич. Его немножко мой отец знал. Но это я уже говорил в интервью, как такой курьез. Он был такой человек, скорее, спортивного типа, Михаил Николаевич. Такой смуглый и высокий сравнительно. Довольно такой именно как бы здоровый. И в санатории еще до... Еще года за два до... То есть на книжного червя не был похож? Не очень. Ну, было трудно сказать. Он был, так сказать, известным ученым, профессором, да. Его, кстати, все время клевали за формализм, между прочим. Тогда многих клевали. Потом случилась очень любопыт, когда началась вот эта... И не только клевали. Ну, он... Ну, во всяком... Нет, ну, тут все относительно. Ну, относительно. Ему, конечно, было много переживаний, но относительно многих других его участь была все-таки... Там что-то было с Маром, да, связано? Он Мара не любил, конечно. Ну, да, он Мара... И потом, когда Мара, так сказать, кончили поклоняться Мару, вот это был тот редкий случай, когда вот одна из этих компаний, ну, совершенно там мракобесные, там, когда там избивали, там, генетиков, когда Лысенко торжествовал. А здесь была компания, которая парадоксальным образом помогла действительно настоящему ученому, понимаете? Да, да, да. Это было вот, да. Теперь, значит, так. Да, он был... И я помню, это я об этом уже говорил в каких-то интервью, да. Он меня обучал игре в теннис. Без всякого успеха. Ну, я помню, как надо стоять... Настольный? Да нет, теннис. Настоящий большой теннис. Да, теннис, да. Под каким углом держать ракетку, как... В общем, он меня абсолютно безуспешно... Это до того, как вы еще санскритом? До того, как я стал у него учиться санскритом. Может быть, это был какой-то тест своего рода? Может быть, есть... Вот такая, значит, судьба, да. Может быть, есть какая-то связь тенниса с санскритом? Ну, может быть. Не знаю. Может, суждено было под моей кармой сначала у него учиться без всяких результатов, а потом еще по-другому начать учиться. Теннисистом меня не стал и думает, что да. Вот. Теперь, значит, так. Как он вел занятия? Вот как проходила ваша жизнь? Мы читали тексты, сравнительно быстро начали читать. Очень быстро. Панчатантру он советовал? Нет-нет-нет, не Панчатантру. Панчатантру, так сказать. Другой версией он даже немножко занимался. Но нет. Мы начали читать Савитри поэму. Это часть... Ну, что я вам буду говорить? Аурабинда? Что? Аурабинда? Нет-нет-нет, Савитри. Это одна из частей Махабхараты. Из третьих книг Махабхараты. Потому что есть и есть. Нет, нет. Панчатантру Банчатантру, да, нет. Есть, да. Это у Савитри вот это. Вот. Которая там благочестивая жена, как она пошла, так сказать, спасла своего мужа и так далее, и так далее. Ну, как идеал это... Ну, это, естественно, вы лучше знаете для меня. Как имя, именно рицательное для вот такой, для вот преданной жены. Которая вот. И, значит, да, мы это читали, разбирали. Вот. Вот так вот. И я уже стал писать уже там какую-то курсовую работу. Я уже стал... А потом и диплом я стал писать по санскриту. Но примерно, когда я кончал уже... А какая была тема вашего диплома? Тема была диплома, если не ошибаюсь, синонимика языка Панчатантры. Меня заинтересовала обилие названий разных животных. Петерсон предложил эту тему? Нет, нет. Меня самого это заинтересовало. Я какие-то вещи читал по выразительности языка. Вот. Там какие-то вещи по темне, какие-то, еще какие-то. Нет, нет. Он, нет. Насколько... До этого что-то по локативу, по местному падежу в санскритском. Это была какая-то курсовая. Как я понимаю, да, ну, потом какая-то маленькая статейка у меня вышла. Ну, а так она... Там ничего особенно нет интересного. Ну, какие-то вот наблюдения над языком Панчатантры. К несчастью, видимо, все это, да. Ну, потом ему стало чуть-чуть легче дышать после этой дискуссии. Ну, видимо, ну, вот опять же, всех этих связей мы не знаем, но вот внезапно его поразил инсульт уже. Я сейчас не помню, ли я уже успел кончить. И он последние годы... Причем, наверное, ну, господи, ну, конечно, да. Постоянного страха, в котором вся страна жила. Ну, разумеется, ну, как и все оценивают, а почему, так сказать, почему, скажем, через сколько, через полтора года Пастернак умер от рака после этой дикой травли. Ну, меня, знаете, тот же вопрос в отношении Юрия Николаевича Рериха очень интересует, потому что ведь... Я знаю. Да нет, но это была... Он только успел создать этот сектор потрясающий. Да нет, но была дикой история. Три года и исчез человек. Да нет, но была дикой история. Ну, опять же, понимаете, вот это самое... Вы допускаете версию убийства и отравления, например? Нет, я этого не... Я знаю, что это было при его манере. Я его знал мало очень, Рериха, но немножко... Ведь он не был даже пожилым человеком. Нет, нет, нет. Было так, значит. Он... Ну, во-первых, он приехал, по, так сказать, высочайшему приглашению. Да, да, да. Ему дали... 57-й год. Ему дали сектор в Институте Востоковедия в Москве. Да, да, да. Сектор, кажется, истории культуры и философии Индии. Вот. Я в это время работал еще вот в Институте Истории. Так уж сложилось и заканчивал диссертацию по византиноведению. Да, 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 да. Эпосу о Денисе Акрите. Кстати, даже на... То есть Рерих не был вашим... Нет, нет. Наставником. Только я об этом и хочу сказать, да. Это был Денис Акрит как исторический источник. Кстати, даже на историческую степень, так сказать, была Денисе Акрит. И самое первое время, когда я, собственно, перевел к Панчатанту по существу. Потом я занялся в Византии, потом опять меня потянуло в Индии. Я считал, что вот надо... А как вы к Византии вот... Это получилось так, так обстоятельства сложились таким образом, что я стал работать в Институте Истории. Причем сначала даже в секторе древней истории. Ну, это, казалось бы, отвечало моей детской любви. Но очень... Там была какая-то переорганизация. Они стали набирать людей для... Значит, в сектор Византии. И это, значит, меня хотели... Я сначала как-то не очень хотел, но потом меня что-то там заинтересовали какие-то темы. Ну, это вообще... Потом я, кстати, вернулся к этой теме. К Византии. Уже много позже, уже в 80-х годах. Есть очень интересное житие Симеона Юродивого, греческое. И вот я о нем написал, опять же, как о определенном модели религиозного поведения. Да, да, да. Это замечательная тема, глубочайшая о юродстве. О юродстве на Руси, о юродстве в Индии, в Тибете. Вот, вот, вот. Да, совершенно верно. Ну, вот, так что я... Как, опять же, такой способ бегства от того самого ужаса, экзистенции. Наверное, ну, это как определенный... У меня была какая-то схема, так сказать, религиозного поведения, пути к просветлению, которая была как бы сформирована, мною как бы, ну, определена на материале, так сказать, индийских текстов. Я ее в какой-то мере попытался приложить вот к схеме пути уже характерной вот именно юродства. А существует печатный текст существует в вашей работе? Ну, разумеется, это есть, во-первых, статья на английском языке, и довольно ее изложение, чуть-чуть сокращенное, в книжке «Спуститься, чтобы вознестись». Эта книжка вышла в Иерусалиме в 93-м году. Когда я читала о вас, мне попадалось. Может, это переиздадут. Ну, я не знаю, есть такой план. Она в Иерусалиме выходила. В Иерусалиме. Это издание, ну, естественно, оно мало-малодоступное, да. Вот. Теперь, значит, да. Да, к Рериху тогда. Что так? Возвращаемся к Рериху. Возвращаемся к Рериху, да. А что касается Рериха, да, я захотел, причем я знал, что это есть, я очень хотел перейти в восстановление, и именно к нему все. Конечно. Я помню, я к нему пошел, мы с ним, опять же, очень, ну, опять же, не сравнимое с теми примерами, которые я говорил. Ну, общение, но тем не менее. На все же. Очень, очень, очень было приятно. Он, я ему стал что-то, мы стали говорить об Упанишадах, опять же, он очень сочувственно, глубоко, сочувственно, отнес, и ну, хорошо. Вот так, у меня осталось самые светлые воспоминания. А потом что произошло? А потом, да, но какие-то все-таки шаги надо было предпринимать, пока шли эти все процедуры. Так он скоропостижно скончался, ну, может и не так, в мае 60-го года. Да, да, да. Ну, историю с Тхамопадой вы знаете. Ну, конечно, да. Да, да, да. Ну, там было, там действительно с ним обращались абсолютно, понимаете, в чем дело? А как же так? Нет, нет, погодите. Сначала дают сектор, приглашают в страну. Дают сектор. В чем дело? Ну, мало ли что, погодите. Не ожидали, что он так развернется? Не думаю. Ну, во-первых, это был какой-то шаг формальный, ну, вежливости. Они как раз, семья Рерихов, они, при том, что это были, они, конечно, их интересы были очень, так сказать, далеки. Ну, специфические очень, да. От диалектического материализма очень далеки. Но все-таки Юрий Николаевич академист. Они всегда, в общем, вели себя очень, так сказать, лояльно относительно Советского Союза. Они, так сказать, отнюдь там, у них не было специально. Вот. Они, ну, просто себе писали, вот, и отец, и мать, вот, Елена Рерих, и, да, сын просто, сыновья были вообще немножко в стороне. Сын младший, младший был вообще художником, Святослав, ну, таким немножко китченым художником, конечно. Немножко это было не... Ну, хотя, да, вопрос об отце – это немножко особая тема, но неважно. Вот. А, значит, а это самое, а младший, вот, Юрий Николаевич, старший Юрий Николаевич, он вообще был, так сказать, тибетологом. Ученый, конечно, конечно, ну, когда его пригласили, во-первых, знали, что это, да, 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 он занимался северным буддизмом, да, во-первых, когда его пригласили, ну, видимо, знал Хрущев, что он, что семья в общем относится к Советскому Союзу, вот, во всяком случае никакой особой вражды нет. Ну, тем более, это уже было после смерти Сталина, это уже совсем другая история. Нет, 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 погодите, но, так сказать, от, так сказать, идеологии никто не собирался отказываться, никто не собирался, поэтому, когда готовилась, значит, Тумопада, с чудесным предисловием Владимира Николаевича, это вы все знаете, да, замечательно. Первая книга, которая попала мне в юности в руки, еще в том старом издании, 60 какого-то года, второго, кажется, третьего. Нет, нет, это же, по-моему, или 61-го, нет, 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 это вышло, это вышло, это вышло при жизни Рериха, то есть это, наверное, все-таки 60-го. Нет, разве при жизни вышло от Хомопада? Рерих скончался в мае 60-го года, по-моему, там и поставлен 60-й год, выходные данные, скажем. Она могла выйти в самом конце 59-го, а поставили уже 60-й год. Ну да, да. Да, но тут было другое, о ней уже были сигналы, что это совсем не то, что... То есть им не понравилось предисловие? Да не то, что даже не понравилось. Оно было написано абсолютно, это было абсолютно, ну, как бы, вот, белая ворона среди всех возможных предисловий. Это было сверх, так сказать, ну, научной безупречности, абсолютная свобода, как будто бы он вообще с другой планеты пришел. Абсолютная, даже то, что там против чего или за что-то, вот, вот, как будто бы этого нет ничего. Абсолютная свобода, которая вообще расценивалась, как вы понимаете. Как же это возможно? Абсолютно невозможно. Более того, это даже в чем-то еще хуже расценивалась, потому что, когда ты, так сказать, там, или за, или против, значит, ты на том же уровне. Когда ты вообще на ином уровне. И Владимир Николаевич, он действительно, так сказать... Ну да, особо опасно, конечно. Он был на ином уровне. Я помню, о нем говорили, его на комиссии сказали, как вы расцениваете партийную критику Тхамапана? Он ответил, как невежественную, буквально. Как глубочайшая невежественная. Да, или как глубочайшая, да. Вот, но было, ну вот что получилось. Ее уже анонсировали. Они уже писали чуть не тогдашнему президенту Индии. Уже индийские знали. Ему нет, понимаете, да. То есть уже, нет, более, они только знали, но уже, так сказать, этим как-то это уже выдвигалось какой-то аргумент. Конечно. Что они знали, они, так сказать, это даже не важно. А массе вещей знают, и все равно их громят, и, так сказать, громили, и не было выхода. Вот, но когда это уже вышло, так тут уже, ну, не важно. Можно было поставить условия, переписать это предисловие. Ну, что вы, ну, трудно сказать по всей ситуации. Значит, уже как-то связали себя с какими-то там уже людьми. Вот, и, понимаете, и тогда действительно началась какая-то, вплоть до каких-то страшных грубостей, вот, в ученом совете. В адрес Юрия Николаевича? В адрес Юрия Николаевича. То есть вы считаете, что он не вынес этой ситуации? Я считаю, что это, что он всегда жил в совершенно иной свете. Мы не знаем. Опять же, понимаете, мы можем только поставить это в связь с какими-то событиями. В этом смысле, понимаете, ну, вот, нам очень свойственно, так сказать, прямым образом, как бы, вот, утверждать любого вида причинную зависимость. Мы этого не знаем. Но по меньшей мере мы что-то можем поставить в контекст как нечто правдоподобное. Разумеется, он мог знать и пережая историю там всяких там, и, во-первых, ряда буддистских ученых крупных, тридцатых годов, того же Вострикова, скажем, и судьбы там буддистов где-нибудь там в Бурятии. Вы были знакомы с Бидией Дандаровичем? Лично нет. Но я его дело, я его дело знал, там, близкие коллеги. Я знал, да, 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 я знал его учеников и кто-то, да, да. Я с ним лично не общался, потому что там уже какие-то, их там уже всякие меры против них уже были. Нет, я еще был в России, но потом я уже уехал в те годы. Но я об этом знаю достаточно хорошо, да. Он вообще мученик был, Бидия Дандарова. Если можно говорить о вот мученичестве нового времени, ну, естественно, вот, тибетцы вот уже от периода китайского, и вот, и вот. В каком-то смысле и Юрий Николаевич тоже к крану мучеников относится. Ну, он немножко все-таки, его судьба, просто он, он столкнулся с вещами, которые, во-первых, никакие приглашения ради него не могли изменить, так сказать, общие, так сказать, идида. Другое дело, что древность была относительно, все-таки, была относительно более вольно занимана. Ну, я вот все эти годы там работал, и, в общем. Ну, посмотрите, он за три года сумел сделать то, что он... Ну, он делал, ну, видите ли, я вам скажу, нет. Он же был учителем Елизаренковой Татьяны Яковлевны, насколько я знаю, Пятигорского. Нет, 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 видите ли, может быть, но Татьяна Яковлевна, она училась у Петерсона. Она не училась? Нет, 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 нет. Она была к этому времени, когда он приехал, она была уже, в общем-то, ну, была еще, конечно, молодой. Но уже специалист. Ей было по 30 что-нибудь, ну, нет, она была уже, в общем-то, сложившимся учетом. Другое дело, что образ такого, как бы, и вот наставника, руководителя, конечно, у него... Спустившегося в Тибетский вор, тем более. Нет, что он, так сказать, вырастил, да, что он вырастил племя, это, конечно, наверное, сильно сказано. Но, конечно, это был, как бы, центр вот таких вот интересов, который ощущался руководством Титна как глубоко чуждый. Да, да, да. Как вы понимаете. Ну, это, ну, опять же, это легко сказать постфактум, ну, наверное, Юрий Николаевич, наверное, какие-то вещи он мог, так сказать, он мог, так сказать, экстраполировать. Ну, это уже, да. Но в любом случае для него это был, конечно, опыт такой, и, ну, и мы это ставим в связь, хотя, как правило, мы знаем ничтожную часть любой, любой этой причинной зависимости. Конечно. Поэтому мы не знаем, что еще, но это наверняка, наверняка сыграло роль, наверняка. Может, он уже был, так сказать, по состоянию сердца заведомо обречен, но это сыграло вот такую роль вот этого толчка к этому. Какие-то совершенно возмутительные какие-то выступления против него в самом институте. Вот так вот. Так что это трудно, но в любом случае, значит, факт, что да. А когда я уже туда оформили мой переход, его уже не было в живых. Естественно, не было уже его сектора. Ну, и он был расформирован. Тут же. Тут же. По-моему, ну, я боюсь тут, я, так сказать, не так уж был все время, так сказать, очевидцем, но боюсь, что очень скоро. Знаете, вот это выглядит как запланированная операция. Да нет, ну, что значит, запланирование Юрия Николаевича и сектора его тут же. Нет, нет, видите ли, я вам скажу, Виктория, я... Но ведь Дондарона уничтожили могли. Ну, его еще же потому, что это был, потому что он, так сказать, относился к тому, так сказать, к тем людям, которые действительно, так сказать, существовали на ином уровне. А это было даже, может быть, хуже, чем быть противником на, так сказать, том же уровне. Да, да, да. На том же даже уровне. Человек может вполне, так сказать, перейти, перекраситься. Они были уже на таком уровне, что вообще они досмотрели сверху вниз. Чего даже не могли понять те, кто все это организовал. И что они в любом случае ощущали, как самую враждебную какую-то вот такую сторону. Да, да, да. И это абсолютно понятно. Это, кстати, абсолютно понятно. Потому что здесь они могут человека уничтожить, но они в каком-то смысле, они вот бессильны. Понимаете? Вот так. И тут уже ничего нельзя сделать. Понимаете? И тут ничего нельзя сделать. Понимаете? Там ругали Пастернака. Нельзя заставить его писать так, как, не знаю, так, как там пишет, ну, не знаю, там, Евтушенко или Грибачев или еще. Но его, довести его до, так сказать, инфаркта можно. Понимаете? До рака можно довести. Вот так. Так что это все. Вот. Это не то, что... В общем, это и, к сожалению, это... Да. А вообще-то говоря, мы же всегда знаем, когда мы рассуждаем о каких-то причинах, мы вообще, мы оперируем ничтожной долей известных нам факторов. Ничтожнейшей долей. Абсолютно ничтожной. И это относится решительно вот ко всем таким случаям. Понимаете? Да, ко всем сферам. Практически ко всем сферам. Да, да. То же самое, то же самое, когда мы чего-то не можем объяснить. Мы называем что-то случайное. Случайность – это есть просто результат нашего невежества. Случайность или совпадения. Не дано усечь, ибо здесь уже не, допустим, там десятки неизвестных нам причин, а может быть тысячи неизвестных причин. Но люди это называют случайностью могут. Как бы снимая из себя всякую ответственность. А это, что значит, это не случайность. И же очень хорошее выражение... Ответственность тяжела. Ее трудно выдержать, эту ответственность. Ну, нет, просто здесь человечество, разум и способность к притяжению просто оказываются несостоятельными. Но если, так сказать, идти как бы сверху, допускай, нет. Вот есть очень хорошие слова Эйнштейна. Бог не играет в кости. Да, я помню. Вот так вот. Ну, вот и все. Да, да, да. Вот и все. Да. Так что, да. Ну, в общем, я когда туда перешел, я уже был, кажется, в отделе памятников. Нет, ну, с точки зрения моей работы, ну, нет смысла говорить, что было бы, если бы. Нет. Продолжение следует...